Израиль всерьез готовится отражать возможный ракетный удар со стороны Сирии. Армия еврейского государства приведена в состояние повышенной боевой готовности. У сирийской границы сосредоточены пехотные и танковые подразделения. Впрочем, эксперты призывают не торопиться. С выводами многие из них считают, что у Асада может не хватить сил для ответного удара. Тему продолжит наш корреспондент в регионе Сергей Ауслендер. У израильских военных сейчас много работы. В Северный округ стягивают пехотные и танковые бригады. Пройдет пока ограниченный призыв резервистов. Артиллерия разворачивает свои батареи и системы залпового огня. У границы сконцентрирована колоссальная группировка войск. Мы не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в сирийский конфликт. Но если нас атакуют, мы ответим всей своей мощью. У нас очень сильная армия и прекрасные защитные системы. Батареи системы «Железный купол» сейчас развертывают вдоль северной границы. Главная задача – прикрыть от ударов ракетами из Сирии и Ливана стратегически важные районы краёта Хайфы. Там сконцентрированы промышленные и оборонные предприятия. Сюда же перебрасывают тяжелые ракеты «Патриот». Раньше вот здесь располагалась стартовая позиция комплекса «Патриот». Он прикрывал от возможного удара из Ирана крупную военную базу. Сейчас дивизион ушел на север, куда именно держится в секрете. Защитить зонтиком ПВО всю территорию страны не получится. Поэтому прикрывают наиболее угрожаемое направление. Сейчас это Сирия. Эксперты в Америке и Европе, Израиле и арабских странах гадают, какие будут последствия возможного удара. Одни говорят о том, что последствия эти будут ужасными. Другие, что опасаться не стоит. Конечно, от сирийского режима, буквально загнанного в угол, можно ожидать всего, что угодно. Но вот его военный потенциал специалисты считают явно преувеличенным. Мы начнем считать 100 тысяч ракет. 100 тысяч ракет у него нет. У него есть энное количество, то, что можно назвать ракетами, то, что старые ракеты советского производства, все остальные, это же не ракеты, это те или иные снаряды или ракетные снаряды. Просто считать их в таких объемах, это нереально. Это во-первых. Во-вторых, Израиль достаточно хорошо защищен и против ракет, и против других видов, скажем, нападений такого толка. Что касается сирийского ВВС, я бы ему вообще не рекомендовал иметь дело с израильским, потому что это устаревший ВВС после уже нескольких лет гражданской войны. Там непонятно, что творится. Сегодня появились сообщения, что Сирия может иметь на вооружении зенитные комплексы С-300, поставленные из Украины или Китая. Эксперты сомневаются, почему тогда сирийцы не использовали их во время налетов израильской авиации на склады с оружием в июле этого года. К военной операции против режима Асада все готово. В Средиземном море ждет приказа внушительная группировка американского флота. Ей навстречу идут боевые корабли российского ВМФ во главе с ракетным крейсером. Впрочем, по заявлениям Москвы, это делается не благодаря, а вопреки событиям вокруг Сирии. Российские корабли идут в якобы запланированный заранее дальний поход. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, RTVI.